Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС «Вечерние новости» в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно приняли бюджет на 2023 год и последующий период 2024-2025 года. Всего к второму чтению проект бюджета претерпел изменения и внесли более 300 поправок. Областной бюджет вырос на 18 миллиардов рублей. Какие основные статьи расходов заложены в будущем году? По характеру минно-взрывных травм врачи говорят, что скорее всего удар был внесен ракетами «Хаймерс». Операция не простая, осложняет и возраст пациентки, и тяжелая патология, которая у нее есть. Но тем не менее, закончилось все удачно и шансы на выздоровление высоких. Когда в плановый режим операции вмешиваются артиллерийские обстрелы. Репортаж о работе новосибирских хирургов в Луганской Народной Республике. Это сейчас с помощью навигатора можно найти любую дорогу. А еще сто лет назад путника, попавшего в метель, мог спасти только звон колокола. Сибирские звонари воссоздали старинную традицию. Как в позапрошлом веке спасали заблудших в метель путников? Больше на 17 миллиардов рублей. Сегодня на сессии регионального парламента депутаты единогласно приняли во втором чтении проект бюджета Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. На какие цели увеличили расходы, расскажет мой коллега Андрей Баев. Ко второму чтению в проект главного финансового документа области внесли несколько сотен поправок. В итоге расходы областного бюджета на 2023 год увеличили почти на 18 миллиардов рублей. По словам губернатора, все, что необходимо для плановой работы, в бюджет заложили. Никогда за последние годы не было, чтобы мы сразу на поправках, ко второму чтению добавляли почти миллиард 700 на дорожную деятельность. Миллиард 700 на замену коммунальных систем. Закладывали деньги, вот они сегодня заложены, сразу на несколько общественных пространств, новых парков и скверах, на многие другие социальные задачи, в том числе и совместно с прокуратурой. Это стало возможным благодаря высоким темпам социально-экономического развития нашего региона в 2021 и 2022 году. Также 1 миллиард 700 миллионов рублей добавили на водоснабжение и водоотведение по программе «Чистая вода». Дополнительно запланировали полтора миллиарда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Два с лишним миллиарда рублей плюсом заложили на строительство и ремонт дорог в Новосибирске. Понятно, что вопросов очень много и вы знаете, сегодня еще были вопросы, но тем не менее мы единодушно поддержали бюджет. Это основной документ, по которому область должна работать. Это жилье, это дороги, это школы, это садики. Бюджет – это жизнь области. Это все социальные выплаты, это сегодня льготы по газу, это льготы по мобилизованным и все остальное. Поэтому мы приняли единогласно и еще раз показали, что депутаты всегда готовы к конструктивному диалогу хоть с кем, с любыми партиями, с правительством, хоть с кем. Принятые сегодня параметры областного бюджета еще могут измениться в большую сторону. Насколько именно, станет понятно после окончательных доведений дополнительных федеральных трансфертов. Андрей Баев, Константин Менин, Новость ОТС. В Новосибирской области подвели итоги реализации национального проекта здравоохранения в 2022 году. Целевых показателей здоровья населения достигли. Наверное, первый год, четвертый год исполнения национального проекта, когда мы близки, исполнили практически все, что стояло перед нами. И этот год у нас лучший год по достижению целевых показателей. Основное отличие национального проекта здравоохранения от всех других национальных проектов о том, что наши достижения, они все оцениваются не потраченными средствами, а целевыми показателями, которые говорят о здоровье населения. С этого года в регионе активно идет модернизация первичного звена здравоохранения. Строят 9 крупных объектов – врачебные амбулатории, поликлинические отделения. В сельской местности в эксплуатацию вводят ФАПы. Успешно модернизируют онкологическое звено. Благодаря комплексному подходу в лечении и современному оборудованию снизили показатели летальности. Развивают систему сосудистых центров, понижают младенческую смертность. Роженицы с различными угрозами здоровью ребенка и мамы попадают в новый перинатальный центр. Еще одно важное направление – обеспечение кадрами по программе «Сельский доктор» и «Земский доктор». Когда откладывать спасение жизни нельзя? Два хирурга – анестезиолог и акушер-гинеколог. В подшефном Новосибирской области Беловодском районе Луганской народной республики работает бригада новосибирских врачей. Оперирует не только планово, но и экстренно. На неотложной операции присутствовала наша съемочная группа. К этой операции врачи готовятся особенно тщательно. Пациентка, пожилая женщина из Сватовского, соседнего с Беловодским районом, попала под ракетный удар в своем собственном дворе. Наталью Васильевну привезли российские бойцы на армейском грузовике. Не было времени ждать скорую. Хотя Беловодская центральная районная больница гражданская, и пациентов с такими травмами привозят нечасто, квалификации врачей достаточно и для сложных случаев. Один из медиков – Константин Суровяткин, в прошлом – военный хирург. «Будем ткани чистить в связи с молекулярным сотрясением, особенности минно-зрывных ранений военного времени. Они отягощаются тем, что очень часто происходит некроз, отмирание тканей мягких, которые надо убирать. Плюс еще сотрясение закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга». Среднемедицинский персонал из местных, а анестезиолога Первой городской клинической больницы Новосибирска уже можно назвать беловодским старожилом. В Луганской народной республике Кирилл Подъява работает уже три месяца. За это время полностью отладил работу отделение анестезиологии и реаниматологии и теперь просто не хочет оставлять результаты своих трудов. «Сложно. А что делать? Сложно не физически, сложно морально, ведь мы находимся практически в зоне боевых действий. Сегодня у нас военное положение, комендантский час, практически не покидаешь больницы 24 часа на 7». За время работы в Беловодском районе Луганской народной республики о новосибирских медиках от местных жителей наша съемочная группа слышала только хорошее. Счет спасенных человеческих жизней идет уже на десятки, если не на сотни. По характеру минно-взрывных травм врачи говорят, что скорее всего удар был нанесен ракетами «Хаймерс». Операция непростая, посложняет и возраст пациентки, и тяжелая патология, которая у нее есть. Но тем не менее, закончилось все удачно и шансы на выздоровление высоки. Помощь людям оказывают круглосуточно. Теперь к Беловодской больнице прикреплены жители четырех соседних районов Луганской народной республики. Все необходимое для работы есть. Врачи регулярно получают поддержку от волонтеров и гуманитарные поставки с расходниками и медикаментами от правительства и Министерства здравоохранения Новосибирской области. Станислав Блинов, Алексей Зубила из Беловодского района Луганской народной республики. Специально для канала ОТС. Сегодня загрязнение воздуха в Новосибирске достигло 8 баллов из 10 возможных. В мегаполисе объявлен режим черного неба. По информации метеорологов, воздушные потоки движутся так, что выбросы предприятий остаются над городом. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, вредные примеси будут накапливаться до завтрашнего дня. В Кировском районе концентрация фенола в воздухе превышает предельно допустимое значение почти в два раза. При длительном сохранении текущих условий, горожанам рекомендуют реже выходить на улицу и реже проветривать квартиры. Подключение новых микрорайонов, невысокий уровень воды и как итог падения мощности ГЭС. Все это привело к тому, что нагрузка на новосибирские ТЭЦ выросла почти на 20%. Даже в летний период ремонтную кампанию пришлось проводить при работающих котлах. Александр Попов выяснил, как ведут работу на теплоэлектроцентралях сейчас. Строятся новые жиломассивные микрорайоны, а с развитием города необходимо увеличение мощности коммуникаций, снятие ограничений по выдаче. И возможности у новосибирских ТЭЦ еще есть. К примеру, ТЭЦ-4, обслуживающая весь Калининский район, даже в минус 30 загружено всего до 56%. То есть резерв есть. Инвестпрограмма стоимостью 800 миллионов рублей в большей мере и была направлена на то, чтобы обеспечить на перспективу возможность увеличения тепловой нагрузки. Заменяли паропроводы, модернизировали бойлерные установки. Отдельное направление вложений – экологичность генерации. То есть мы не будем сбрасывать свои стоки в ливневый коллектор. С ливневого коллектора у нас, мы знаем, стоки уходят потом в наши водоносные артерии. Вот этого не будет. По электрофильтру проект – это непосредственно направлено на снижение выбросов в атмосферу. А замена поверхности нагрева позволила экономить больше 4 тысяч тонн угля в год. Из-за снижения выработки ГЭС мог возникнуть дефицит электроэнергии. Поэтому даже летом все работы на ТЭЦ проводили в условиях повышенной нагрузки. На сегодня у нас выработка по сравнению с прошлым годом почти что на 20%. Электрическая выработка практически на 20% выше, чем выработка прошлого года по электроэнергии. Основная наша задача – отвечать на требования развития именно города. Всего же в развитии и поддержании новосибирских станций энергетики вложили в уходящем году почти 4 миллиарда рублей. Александр Попов, Борис Гладких, новости ОТС. К 2024 году сибирский регион должен достигнуть стопроцентного лесовосстановительного баланса. Площадь новых посадок в этом году составила 338 тысяч гектаров. И это выше заявленного показателя. В рамках нацпроекта Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области ежегодно обновляет техническую базу. Посадочный материал в Сибири – это по-прежнему хвойные деревья. Выращивают в специализированных лесных питомниках. Очень тщательно относятся к генетическому семенному материалу. Кстати, в предновогодние дни контроль за незаконной вырубкой леса усиливается. Напомню, наказание грозит как административное, так и уголовное. Чтобы не омрачать себе праздник, новогоднее дерево можно приобрести на елочных базарах, а также выбрать и срубить самостоятельно в разрешенных местах и по демократичной цене. Для этого достаточно позвонить в лесное хозяйство Новосибирской области. Новости на телеканале ОТС. Далее в программе. На этом манекене студенты отрабатывают сложный вид естественных родов – тазовое предлежание плода. Кстати говоря, манекен максимально приближен к реальному человеку. Можно приготовить все от супа до домашней выпечки. И видим, что занятие здесь уже прошло. И вот его результат. Прекрасные хрустящие вафли. Человек в момент влюбленности испытывает состояние Бога. Любовь превыше всего, превыше желания жизни. СМП Банк. Проверьте сердце, печень, почки, щитовидную железу. И получите бесплатную консультацию врача. Подробности на гематест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Новую партию гуманитарной помощи для мобилизованных собрали в Новосибирске. Две машины с продуктами питания, медикаментами и теплыми вещами отправили на полигон высшего военного командного училища, где солдаты проходят обучение. Подробнее узнавала Юлия Алиханова. Сбор посылок солдатам стал доброй традицией партии «Единая Россия». В этот раз отправили гуманитарный груз для мобилизованных, которые сейчас находятся на военно-полевых учениях. «Единая Россия» продолжает собирать и оказывать поддержку ребятам, бойцам мобилизованным, которые находятся еще здесь на подготовке. Все подключились, члены партии, сторонники, предприниматели, все активные и неравнодушные люди, которые готовы оказывать помощь, поддержку. Активисты собрали пять тонн гуманитарной помощи. Спальные мешки, балаклавы, шерстяные носки, продукты и медикаменты. Все, что необходимо для полевых условий. Груз собирали по перечню, который составили мобилизованные. «Был ответственный человек. То есть, каждый в палатке выписывал, что кому было необходимо. То есть, и каждому все привезли, то, что он просил. Спасибо большое. Все разгружается. У нас все в достатке». Военные учения мобилизованных завершаются. Со дня на день солдаты отправятся в зону специальной военной операции. Говорят, настроение у всех боевое и по-другому быть не может. Юлия Алиханова, Александр Ведерников, Новости ОТС. Отрабатывают навыки, чтобы спасать жизни новорожденным. Задача принять сложные роды и правильно наложить швы. В Новосибирске проходит студенческая олимпиада по акушерству и гинекологии. Будущие врачи работают с фантомами – специальными реалистичными манекенами. Екатерина Стывко наблюдала за ходом операции. «Спасти маму и малыша» – такую задачу поставили студентки 4-го курса Алини Лихановой. По легенде, у беременной пациентки произошло отслоение плаценты. Необходимо экстренное кесарево сечение. Операцию девушка провела успешно. «Я уже как 4 года мечтаю стать акушером-гинекологом. И, соответственно, участие в олимпиадах – это очень хорошая подготовка. Помимо того, что в университете мы изучаем в основном теорию, здесь мы как раз-таки учимся практическим навыкам». На соседнем кресле другой тяжелый случай. Ребенок в утробе перевернут. «На этом манекене студенты отрабатывают сложный вид естественных родов – тазовое предлежание плода. Кстати говоря, манекен максимально приближен к реальному человеку. Он может дышать, издавать звуки, и механика родов сохранена». Олимпиаду по акушерству и гинекологии в НГМУ проводят каждый год. В этот раз в ней принимают участие больше восьми десятков студентов – старшекурсники лечебного и педиатрического факультетов. «Мы хотим, чтобы не клинические мысли, как настоящие доктора. Сначала пациентка поступила экстренно в приемный покой, акушерский либо гинекологический. Они определяются с предварительным диагнозом, тактикой, дифдиагностикой. А затем уже они думают, а что же делать дальше. И мы проверяем мануальные навыки. Все в комплексе, все последовательно. Это симуляционная акушерская гинекологическая клиника». Провести лапроскопическую операцию, удалить полипы, наложить швы и остановить внутреннее кровотечение – знание и технику студентов оценивает строгая жюри – ведущие акушеры-гинекологи региона. «Отработка практических навыков на фантомах, на симуляторах позволяет облегчить работу в будущем. Кроме того, это является, наверное, мощной мотивацией для студента и позволяет выбрать в будущем либо какую-то определенную специальность, либо наоборот понять, что эта специальность не для него, и ему нужно искать что-то другое». Внутривузовский этап будет идти два дня. Победители войдут в сборную НГМУ. В апреле студентов ждет международная олимпиада. Екатерина Стывко, Алексей Зубила. Новости ОТС. Усилить профилактические и противоэпидемиологические меры в период распространения ОРВИ и гриппа в школах Новосибирской области поручили в правительстве региона. В образовательных учреждениях вновь будут измерять температуру и возьмут на особый контроль санитарно-эпидемиологическую обстановку. Кроме того, власти региона рекомендовали усилить в школах проведение вакцинации и ревакцинации. Помимо прочего, обсуждают переход на дистанционное обучение. Особое внимание новогодним мероприятиям в стенах школ и детских садов. Обязательные условия проведения – разведение потоков, празднование малыми группами. Их учат в самостоятельной жизни. Для воспитанников Тогучинского психоневрологического интерната разработали самые разные виды реабилитации – спортивной, культурной и бытовой. В учреждении пациенты со сложнейшими заболеваниями. Как работает система, узнавал Александр Сульдин. На сцене Вадим Макаров. Сегодня он солист. Для него играет ансамбль, в котором замдиректора интерната. Помимо эстрады, Вадим занимается тяжелой атлетикой, фотографией, работает, помогает строителям, если надо. Мне нравится развиваться и быть в полном объеме, выкладываться для общего дела и для интерната моего дома, где я живу. Вадиму почти 40 полжизни в этих стенах. Не скучает. Есть все, чтобы интересно использовать и проводить время. И я поехал, тянуть и там. Вот. А грудей только грудей. Этот тренажер приобрели недавно. В зале можно развивать самые разные группы мышц, сразиться в баскетбол и волейбол или вот в такие адаптивные игры. Для тех, кто предпочитает шить, специальный цех. Есть подсобное хозяйство. Новшество – комплекс для развития бытовых навыков. Тренировочная комната. Вот это помещение. Здесь все, как на кухне хорошей хозяйки. Бросается в глаза чистота. Вот электроплита. Все подключено. Работает. Крупы расставлены в идеальном порядке. Напор кастрюль в следующем шкафчике. Можно приготовить все. От супа до домашней выпечки. И видим, что занятие здесь уже прошло. И вот его результат. Прекрасные хрустящие вафли. Комплексная реабилитация. Спортивная, культурная, трудовая, бытовая. Для почти четырех сотен людей с серьезной инвалидностью. Дать человеку проявить себя. Дать человеку самореализоваться. Вот, наверное, самая важная функция, когда человек понимает, что он такой, как все. То есть у него есть такие же возможности и способности наряду со здоровыми людьми. В итоге главное достижение. Им здесь особенно гордятся. Возвращаем дееспособность ребятам. Ребята уходят жить самостоятельно. Мы их готовим к этому. У нас порядка пяти человек ушли, которые совсем самостоятельно проживают, без внешней опеки. Это не просто комната, тренировочная квартира. Здесь те, кто собирается покинуть интернат. Живут и ухаживают за собой самостоятельно. Олег как раз рассчитывает выйти в большой мир. Александр Сульдин, Евгений Павлов. Новости ОТС. Традиционный международный фестиваль «Игра и гармонии» имени Геннадия Заволокина пройдет в этом году под эгидой поддержки воинов российской армии. Вопрос организации и проведения фестиваля автора ведущая проекта Анастасия Заволокина сегодня обсудила с губернатором Андреем Травниковым. В программе седьмого международного фестиваля концертные выступления солистов и ансамбли различных жанров народного творчества, ярмарка народных умельцев и ремесленников, праздник топора и русской печи, мастер-классы, галоконцерт. Зрители и участников ждут в июле на традиционной площадке в деревне Новый Шарапор Дынского района. Век спустя. Впервые за сто лет в Новосибирской области прозвучит метельный звон. Реконструкцию с заблудшими путниками и звонарями подготовили в Сибирском центре колокольного искусства. На воплощение идеи в жизнь ушел почти месяц. Почему, расскажет Рута Келлер. Это сейчас с помощью навигатора можно найти любую дорогу. А еще сто лет назад путника, попавшего в метель, мог спасти только звон колокола. Метельный звон не звучал в России сто лет. В 1918-м все набатные звоны запретили декретом советской власти. Чтобы реконструировать звон, участники Сибирского центра колокольного искусства ждали три недели. События то планировали, то отменяли из-за погоды. Ждали пурги, чтобы можно было сполна оценить опыт звонарей тех времен. Ну, когда вот метель идет, там кто-то заблудился, например, там, и вот чтобы выйти, вот, они вот на этот звон идут. То есть, когда пурга, там, когда метель, вот они на этот звон и шли, получается. Вот поэтому он называется метельный. То есть, он спасал людей. Оповещать приходилось сутками напролет, пока не закончится метель. Били в колокол посменно, по пять часов, а то и больше. Но какова была радость, когда заблудшие находили дорогу домой. Известно, что в 1912 году в Каинске из Томска поехало выездное заседание суда. Там на нескольких они ехали санях, там, повозках. И на подъезде к Каинску попали в метель. Они заблудились и не могли выехать. И по поводу метели начался метельный звон в Каинске. Там было, по-моему, пять церквей. И они уже... Ямщик пошел искать дорогу и заблудился вообще. А судьи, прокуроры, адвокаты, они услышали метельный звон и на него пошли. И вышли, все спаслись. После запрета только в Купинском районе в одну из таких метелей замерзли около 200 человек. Звонить было не во что, да и некому. Для воссоздания метельного звона место выбрали не случайное. Спаса Зашиверская церковь в Академгородке. Самая старинная церковь в Сибири. Дерево, да, частично, конечно, потемнело со временем. И темный цвет его еще внутри связан с тем, что когда-то эта церковь отапливалась печью, отапливалась она по-черному. И вот этот темный цвет внутри, это вот та самая сажа, сохранившаяся еще со времен Зашиверска на этих бревнах. В один колокол. К нам, к нам, к нам, к нам, к нам, к нам, к нам. Удары спасительного звона, по словам звонарей, незамысловатые. Правда, сто лет назад это был огромный колокол, звук которого слышали за десятки километров. Сегодня новосибирским звонарям предстоит выстоять 12 часов. А может и больше, говорят, закончат, когда метель стихнет. Рута Келлер, Александр Ведерников, новости ОТС. Что такое настоящая любовь? Ответ на вечный вопрос пытаются найти в красном факеле. Один из ведущих актеров театра Константин Телегин завтра представит публике свой очередной режиссерский опыт. Репертуар малой сцены пополнит романтическая драма Ромео и Жанетта. Алексей Кудинов этот спектакль уже посмотрел. Ромео и Жанетта – спектакль по пьесе одного из самых известных французских драматургов прошлого века – Жанна Ануя. Созвучие с трагедией Шекспира не случайно в центре сюжета, как и у классика, юные влюбленные, охваченные чувством невиданной силы. Я услышал такое утверждение Александра Меня, как совсем старый. Помните, что человек в момент влюбленности испытывает состояние Бога. Любовь превыше всего, превыше желания жизни, превыше страха смерти, превыше морали какой-то, превыше каких-то условностей каких-то человеческих. В этом спектакле зрители видят любовь разных типов. Такую, что ведет к браку и счастливой, размеренной жизни Фредерика и Юлию. И такую, что уничтожают все планы, когда Фредерик встречает сестру своей невесты, Жанетту. Шаровая молния, взрыв, ураган чувств. Кажется, сами артисты не могут определиться, как относиться к такой любви. И это может быть кончится плохо, а может быть и хорошо. Но такую любовь надо испытать, конечно. Мы говорили на читках очень много про такую любовь, которая возникла у наших персонажей. Очень много говорили. Но такое правда бывает. Это вот молния и все, понимаете. И вообще ничего нельзя с этим сделать. Вот эта разрушительная любовь, я не считаю эту любовь любовью. Это влюбленность, это молниеносное, мемолетное такое, приходящее, сиюминутное чувство, ощущение, я бы даже сказал, такая химия. Это бурная реакция. Это вот эта пена из пробирки такая, которая потом выливает, как кислота сжигает вокруг себя все и погибает. По накалу страстей пьеса Жанна Ануя не уступает Шекспиру. Правда, никаких Монтеки и Капулетти зрители не увидят. На сцене борются не два клана, а два разных взгляда на жизнь. На то, что такое счастье, комфорт, семья и искренние чувства. Премьера спектакля в пятницу, кроме артистов «Красного факела», в постановке заняты актеры Первого театра, 13-го трамвая и студенты. Алексей Кудинов, Борис Голодких. Новости ОТС. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Здравствуйте. Прогноз на 16 декабря. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет ясно. Ветер юго-восточный 2,7 м в секунду. Влажность 77%. Температура ночью минус 20-22, днем до 17 градусов мороза. В последующие двое суток будет облачное с прояснениями. В субботу минус 17-19, в воскресенье до минус 18. С вами была Ольга Савельева. Улыбайтесь чаще и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова